Танки онлайн Сегодняшний ролик будет целиком и полностью посвящен корпусу Хантер На самом деле причин для этого даже несколько И наверное самое важное из них это появление нового скина ультра для Хантера А я думаю что практически все из вас уже заценили как он классный, как он круто выглядит Но что касается моего мнения относительно внешнего вида, то оно следующее Я считаю что этот скин выглядит наиболее круто, когда на танке установлена стандартная зеленая краска Та самая, которая в общем-то есть у каждого танкиста И именно она на танке одета, когда вы только-только начинаете играть Потому что если например поставить какую-нибудь анимированную краску, то внешний вид сразу теряется Потому что ну как правило все анимахи, они довольно яркие, они бросаются в глаза И на их фоне все вот эти вот ништяки, все вот эти вот плюшки ультра скина просто становятся не видны Но это опять же только мое мнение, если вы с ним не согласны, то свое можете оставить в комментах Кроме того, сегодня немного подробнее рассмотрим устройства для корпуса Хантер И кстати что касается устройств для остальных корпусов, то они ребята тоже будут, но немного попозже А ну а пока предлагаю переходить в гараж Итак братва, для Хантера запилили целых 8 устройств И первый из которых называется иммунитет от поджога А данное устройство полностью будет защищать ваш танк от горения А то есть например вас начинает жарить огнемет, вы будете получать урон от огнемета А но урон от горения получать не будете, потому что ваш танк просто не будет гореть А следующее устройство называется иммунитет от заморозки А работает примерно так же То есть когда на вас нападет фриз и начнет активно морозить, вы будете получать от него урон Но ваш танк вообще ни на сколько не замедлится, потому что это устройство будет спасать его от заморозки Следующее устройство называется иммунитет от ЭМИ Кто не знает что такое ЭМИ, немного поясню Недавно для пушки Гаус вышло новое устройство, которое позволяет при наводке отключать у противника любую нару И отправлять ее на 5 секундный кулдаун А так вот это устройство позволит вам защититься от этого импульса И соответственно Гаус со своим устройством, сведясь на вас, не будет вырубать у вас нару А кстати так же это устройство работает против овердрайва Хантера То есть когда Хантер подъедет к вам, врубит свой овер, у вас не будет пропадать нарко Следующее устройство называется утяжеление конструкции Суть его в том, что оно значительно повышает массу вашего танка И теперь такие пушки, которые оказывают физическое влияние на танк, например Смока или Гром А попросту, ну фактически не смогут сбить вам прицел По крайней мере им будет очень сложно это сделать А так же, так как у вас масса будет намного больше Можно, например, бороться на голдах с такими тяжеловесами, как Мамонт, ну или Титан Обратный эффект этого устройства заключается в том, что у вас заметно ослабевают разгоны характеристики корпуса Ну а следующее устройство называется облегчение конструкции И дает ровно противоположный эффект То есть по сути снижает массу вашего танка В бою никакого плюса это вам не дает Разве что вам теперь наоборот только хуже будет Потому что те же самые Смоки и Громы будут наоборот еще легче сбивать вам прицел Следующее устройство называется защита от поджога И в отличии от устройства иммунитет от поджога С этим устройством вы все-таки будете получать урон от горения Оно опять же при столкновении с тем же огнеметом Но тем не менее этот урон будет снижен И поджечь ваш танк будет намного тяжелее То же самое касается и устройства защита от заморозки То есть фриз все-таки сможет морозить ваш танк Но делать это будет намного тяжелее И медленнее Ну и наконец иммунитет от оглушения Это устройство полностью защищает ваш танк от оглушения И таким образом его просто невозможно временно обездвижить Что касается моего выбора То я пока что временно остановился на устройстве иммунитет от поджога Потому что я считаю что в игре достаточно много пушек Которые могут твой корпус поджечь Это в общем то сам огнемет А также вулкан со своей зажигательной лентой Или поджигательной лентой Я уж не помню как она называется А также есть устройство для смоки Которое тоже поджигает вражеские корпуса при попадании И например возьмите тот же молот У которого тоже есть устройство поджигающий танк И на самом деле они довольно часто мне в битвах попадаются Поэтому ну практически на всех моих аккаунтах Есть защитный модуль от огнемета Ну а теперь пришло время попробовать это устройство в деле Погнали в битву Итак братва я в битве Зайти почему-то решил в режим контроль точек Но суть не в этом Сейчас мы проверим вот это вот устройство Как оно себя покажет на деле И посмотрим что из него вообще получится в реальной битве Напомню у меня тут стоит ребята устройство Которое называется иммунитет от поджога Я пока точно их не выучил Ну и соответственно О какой хороший кадр Давайте мы вырубим нарку Так чувак не дергайся Опа все Парень уже без нарки Ну и сейчас наш молот его без проблем добивает Итак устройство называется У меня иммунитет от поджога Если я не ошибаюсь То есть мне фактически Сейчас должны быть не страшны Любые там хантеры Любые там Ой хантер огнеметы Любые вулканы с их поджигающей лентой Ну и так далее Давайте все таки вот его добьем Давайте вот этого молота попробуем сейчас спровоцировать Чтобы он на нас Я надеюсь он с поджигающей фигней своей да Нет он почему то от меня уезжает А мне конечно интересно Чтобы на меня нападали Так вот чувака жизнь вообще нифига ничему не учит А я сейчас опять ему вырублю нарку Вот пожалуйста он без нарки Он наверное не понимает как это происходит Может кто то из вас ребят тоже не понимает Но у меня тут стоит гаусс с устройством Которое как раз позволяет вырубать у противника нару Чувак вот к сожалению башню что то нифига не крутит Но по моему сейчас вулкан меня ушатал И у вулкана не было вот этого устройства Которое поджигает наш танк Это конечно печально Я хочу прямо на такого жесткого Ух ты какой толстый стоит Сейчас смотрите Парень останется просто без нарки А как тебе такое Илон Маск Просто взял и оставил чувака без нарки А кстати давайте еще сведемся А нет там уже не в кого сводиться Так давайте сделаем вот так вот Ну и соответственно добьем паразита В общем ребята играю в зеленой краске Потому что ну как я и сказал Считаю что эта краска наиболее подходит для ультра скинов И не только для хантера А любой ультра скин например там на рельсу На викинг по моему тоже есть ультра скин А смотрится намного лучше Намного эффектнее чем с какой нибудь анимированной краской Опять же повторюсь Возможно это только мое мнение Возможно у меня хоть не такое восприятие А поэтому если ваше мнение другое То пишите его конечно же в комментах А сейчас вот этот Вася тоже останется без нарки И мы его надеемся Блин если бы не рельса я бы его конечно же добил А нету тут по прежнему что-то ни одного огнемета И меня честно говоря это немного печалит Потому что я сюда именно за этим как раз и зашел Чтобы какая нибудь жига Как-то меня там попробовала поджечь Так ну а вот этого мол ты чё Хотя наверное мне Если я хочу чтобы кто-то поджег меня Нужно как-то поменьше с ними О блин сейчас меня наверное рельсовод вырубит А может быть и нет Так Ну по-моему вот у этого молота тоже не было Вот этого устройства поджигающий ваш корпус А хотя возможно я просто не совсем Хорошо в них разбираюсь Возможно они как-то действуют Так так сейчас у двоих вырублю нару Хорош И вот этого огня Точнее зедовода можно теперь добивать без проблем Так у рикошета по-моему нет никакого эффекта поджога А где бы мне взять вот такой корпус Вот на самом деле хоть прям в другую битву заходи Потому что Так я тут кого-нибудь вырубить могу то Нет Ну бери бери брат ты Окей Вот сейчас меня тоже вулкан загасил Но у меня там по-моему просто было немножко хп оставалось А тем не менее он меня вообще никак не поджег А хотя знаете возможно у них как раз и есть Вот эта вот поджигающая штука Просто я этого не чувствую как раз из-за этого устройства А потому что вот на самом деле Как понять Ну блин это наверное да Тестировать надо именно на огнемете Потому что вот у огнемета ты по-любому знаешь Что есть вот этот эффект поджога Эффект горения танка точнее И соответственно с ним по-любому понятно будет Как работает это устройство А когда ты против каких-то Ну например тех же вот молотов Или чуваков у которых какое-то устройство на поджог То Если ты сам с этим устройством катаешься Которое тебя защищает от этого поджога Ты никак не определишь Потому что фактически на тебя оно действовать не будет Соответственно возможно вот у того же вулкана И у того же молота то есть эти устройства И видимо я просто их не чую В этом плане тогда данное устройство работает просто идеально И мне ну как бы все нравится А мы наверное сейчас затащим каточку Я кстати на каком месте Ну неплохо я где-то в серединке стою Так В рельсовода свестись я наверное уже не успею Да и он какой-то там хитрый зараза попался Не дает мне в себя свестись Ну и что-то он как-то прям промазал вообще По-нубски А давайте вот этого загасим Потому что он там точно лупит со своих А нет Давайте добьем его быстренько хорош Ну и в общем-то битву мы ребята Затащили Скорее всего в статистике особо ничего интересного не будет Да всего лишь две звезды я зарабатываю И ребята давайте еще раз ходим в гараж Потому что у меня для вас повторюсь Есть небольшой сюрприз Заключается он в том Что у меня на этом аккаунте есть Сейчас я вам покажу что Это давайте зайдем в раздел контейнеры Вот ребята это 100 ультра контейнеров Которые я конечно же буду открывать тоже в режиме записи видео И начну это видео записывать прямо сейчас Ну а выпущу его давайте в следующей серии То есть прямо завтра Поэтому обязательно сейчас подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить завтра Это эпичное открытие 100 ультра контейнеров У меня уже есть ультра скин хантера Но тут кроме него выпадает еще куча других ультра скинов Например на рельсу Например тот же гром викинг и так далее А так что думаю что-то годное Из 100 штук-то мне по-любому должно упасть Ну а на этом все С вами был Миха Огромно всем спасибо что смотрите Самое главное не болейте Берегите себя и своих близких И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok